МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эту капусту как-то повернуть, но у меня это никогда не получается. И я вот это что делать, делаю по-другому. Я стараюсь ее завалить на бок. Заваливая на бок, пытаюсь оторвать ей корни. Вообще эта капуста готова к съему. Это слава себя так ведет, глория себя так ведет. Но капусты на вкус просто потрясающие. Я ее повалила на бок, видите, и пытаюсь ей порвать корни. Не очень получается. А значит, что берем? Либо топор, либо лопату. И отрубим ей часть корней. Не бойтесь. Можете ножкой поставьте ее, так как вам удобно. И попытайтесь отрезать половину корней, которые у нее есть. Ничего с ней плохого не произойдет. Не надо бояться того, чего не надо. Нет, ничего не оторвалось. К сожалению, еще одна попытка. Корни у нее достаточно глубоко. Придется вот пару раз все-таки лопатой джахнуть. Вот оголились корни. Вы понимаете, да, что часть корней подрублена. Ну, может быть, еще с этой стороны. Она не повянет. Не надо переживать за нее. Вот. Вот теперь нормально. И в таком состоянии капуста уже не будет набирать столько влаги. И трескаться она дальше не будет. Обратите внимание на мою капусту. У нее не оторван ни один листик. Вообще ни один. Вот там листы в самом низу, прямо первые, они уже высохшие. Видите? Ничего они там не сгнили. Они просто высохли. Ну, вот оторвался лист. Но эту капусту... Я ее разверну, конечно. То есть солнышко должно быть все то же самое, что было. Вот она немножко трескается. Но через буквально там 3-4 дня вот она как камень. Ее не продавить. Я ее, конечно, заберу домой. Я сделаю салатную капусту трехдневку. Я натушу капусту, пироги испеку. А ваша задача, если у вас это урожай все-таки для засолки, подрубить корни и посмотреть дня 3-4, что с ней происходит. Сейчас поливать капусту просто немыслимо глупо. Не делайте этого. Если вы будете это делать, то у вас обязательно между листьями ее покровными будут появляться, знаете, такие серые сопливые листочки, которые вам весь вилок испортят. Здесь вот на этой деляночке маленькой, их тут всего-то вон раз, два, три, четыре, пять, шесть вилков. Седьмой благополучно самоустранился, как я понимаю. Но капуста разных сортов. Вот это зимний сорт. И она, видите, какую форму имеет? Конусовидную такую. Это круглые капусты. Они все замечательные на вкус. Это Голландия. Тут одна слава только. Но славу ничем нельзя заменить. Такой сладкой, такой хрустящей и нежной капусты, мне кажется, больше не существует. Что бы мне ни говорили, что, ой, да вы что, там капуста, да, грибовская, да. Я все понимаю, но в моей практике все-таки слава лучшая. И давайте еще к одной деляночке подойдем. Видите, здесь как раз только Голландия. Вилки, конечно, те, которые освещены солнцем, они просто ух какие. А знаете, почему ух какие? Да все просто. Она посеяна в первой декаде апреля. И я еще сто раз повторю, девочки, не выносите себе мозг с капустой, если вы ее сеете в начале мая. Не вырастет она у вас. Скороспелая, да, но она на засолку не идет. В ней слишком мало сахаров. И чтобы вы не добавляли в этот рассол или в эту капусту, ничего хорошего у вас не получится. Нужны капусты позднеспелые, среднепоздние, которые действительно готовы храниться в виде квашеной капусты. А знаете, что такое квашеная капуста? Нет, не соленая, нет, не маринованная. Квашеная – это значит при участии молочно-кислых бактерий. Когда вы бочок нарубили капустки, моркови очень мало нужно. 50 грамм на 10... Ой, соврала. 250 грамм на 10 килограмм капусты, 250 грамм моркови только. А от того, что моркови будет много, капуста будет мягкая и невкусная. И туда надо залить на 10 килограмм стакана 3 молочной сыворотки. Попробуйте на меньшем количестве. Эта капуста белая, хрустящая, сладкая. И она очень полезна для нашего желудка и кишечника. Ну, а на этом пока все. Я вас очень люблю, но ругать буду бесконечно. Ваша тетя Таня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова